Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В районе Ванамберг рик Западной Армении произошло наводнение. Западная Армения в центре инновационных технологий. Наш ответ на любой шаг Азербайджана и Турции – каменное молчание, тиран Локмагёзян. Демократические силы Кадика протестовали против нападения на армянскую церковь. Талибан угрожает Анкаре с серьезными последствиями, если турецкие войска не уйдут из Афганистана. Издан сборник, посвященный памяти Гранта Динка. В этом году церемония вручения премии «Аврора» состоится в Венеции. Дожди прошлых дней вызвали наводнение в ряде регионов Западной Армении. В частности, наводнение в ряде населенных пунктов в районе Ризе в Амшене привели к отключению электроэнергии и оползням. Дороги примерно в десятки горных деревень закрыты. Наводнение в районе Беркриван также вызвали разрушение. Четыре человека считаются пропавшими без вести. Были разрушены десятки домов и полей. Армянский филиал фонда Галуса Гюльбенкяна рад сообщить, что Древо-банк западноармянского языка был запущен 15 мая 2021 года и теперь доступен в концерциуме универсальных зависимостей. Древо-банке необходимы инструменты для обеспечения жизнеспособности языка. Они гарантируют, что язык будет идти в ногу с текущими разработками в области лингвистики и технологий. Благодаря словарям компьютерные программы обучаются распознавать различные грамматические и лингвистические элементы и предложения. То есть программу распознают глагол, существительные, знаки ударения и пунктуации, многое другое. Эта новая библиотека была разработана группой ARM-ТДП под сопредседательством Марата Яврумяна из Ереванского государственного университета и Гранта Хачатряна из исследовательского центра Ереван и основана на западноарменском разделе организации UD Ambush of Armenian Synthetic Trees. Библиотека западноармянского языка добавлена к списку из 202 языковых библиотек на 14 различных языках. В конце 2021 года выйдет обновленная и расширенная версия библиотеки. Западноармянский словарь в настоящее время содержит 1780 предложений и 7,5 миллионов слов. Основан на 110 работах 50 авторов, написанных в период с 1895 по 2010 год. На телевидении Западной Армении тюрколог Тиран Лукмагёзян проанализировал визит аккредитованных в Азербайджане дипломатов в оккупированный Азербайджаном город Шуши. Затронул страны, с которыми Армения поддерживает добрососедские отношения, конкретнее с послами Греции и Китая. Он отметил, что послы России, США и Франции были среди стран, которые не поехали в Шуши. И скандал, поднятый Азербайджаном по поводу того, почему послы этих стран не участвовали в визите, был довольно резким со стороны посольств. Тиран Лукмагёзян также проанализировал вывод войск НАТО из Афганистана и тот факт, что там осталась только турецкая армия, и рассказал о возможном обострении региональных отношений. Он сослался на танец, организованный турецкой молодежью на армянской церкви, о котором упомянул даже президент Турции. Демократические силы Кадика протестовали против неуважительного обращения и нападения на армянскую царскую церковь на Халкидонской площади. Выступая во время акции протеста, Корай Туркай заявил, «Мы знаем, что эти земли не подходят для одного человека, одной религии или одного языка. История этих стран простирается на многие культуры, религии и языки. Мы против тех, кто пытается разрушить историю. Мы сегодня здесь, с правдой в истории». «Мы никогда не терпели такого неуважительного отношения к армянской церкви святого таковора и защищаем мультикультурализм». Центр турецких исследований в Западной Армении Бета с уважением относится к демократической борьбе народов. Радикальное движение талибам предупредило турок, что если они продолжат оставаться в Афганистане в последнее время, они прибегнут к военным действиям. Об этом говорится в заявлении движения, которое 13 июля цитирует афганский телеканал ТВ1. «Решение турецкого руководства необдуманно. Оно нарушает суверенитет и территориальную целостность афганцев и противоречит их национальным интересам. Если турецкие официальные лица не пересмотрят свое решение, сторонники талибана выступят против турецких сил», — говорится в заявлении талибов. Экспансионистская политика Турции распространяется. Незаконное турецкое присутствие было установлено в последние годы в Северной Сирии, Северном Ираке, Нахичеване, Ливии. А теперь турецкие оккупанты хотят утвердиться в Афганистане. Недавно издательство «Антарес» выпустило сборник об интеллектуале армянини из Стамбула «Гранти Динке» под названием «Наш внутренний армянин». Турецкая версия книги была составлена Юбт Бенэром. Этот сборник, составленный к столетию геноцида против армян, включает произведения 35 известных турецких интеллектуалов, авторы которых не только признают факт геноцида, но и стремятся найти своего внутреннего армянина в самых разных жанрах, от короткой прозы до стихов и до публичных выступлений. Книга уникальна по своей идее и содержанию, написанная известным писателем и переводчиком Юбт Бенэром и опубликована одним из крупнейших издательств Турции Янов. Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила, что в 2021 году мероприятия «Аврора Прайс» пройдут в Венеции, Италии с 8 по 10 октября 2021 года. Помимо церемонии награждения, во время которой будет объявлен победитель премии «Аврора-2021», а также из дискуссии диалоги «Авроры», гости и участники, в том числе члены отборочной комиссии премии «Аврора», герои «Авроры» и другие представители «Авроры» получат широкую возможность изучить богатое армянское наследие этого места. Мероприятия «Аврора-2021» будут проводиться в Венеции и ознаменуют собой впервые в Европе церемонию вручения премии «Аврора», подчеркнув тесную связь между этим культурным центром мирового значения и идеей «Авроры», которая глубоко выражает уважение к человеческой жизни, которая является носителем каждого армянина и каждого члена мирового движения «Аврора». Это также первая онлайн-церемония вручения премии «Аврора-Аварт» с момента вспышки коронавируса. Эта инициатива имеет армянские исторические корни, так как была создана от имени выживших после геноцида против армян в благодарность их спасителям, чтобы превратить этот опыт в глобальное движение. А далее для вас акунг ансамбль «Лэ-Лэ» Данку вела дэнкелетти, гамат келетти, тзенчы хани, хэнчы зарги, эртиг баатти, эртиг эндун еснаетти. Данки вела дэнкелетти, гамат келетти, эртиг баатти, эртиг баатас. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.